Красула Хоббит, Красула Авата Хоббит Среди почитателей флористики вряд ли найдутся такие, кто не слышал о суккуленте со странным названием Красула Хоббит, которая получила за сходство с ушками мультяшного героя Шрека. Цветет на большими светло-розовыми цветами. Растение относится к семейству толстенковых, что подтверждает перевод с иностранного, с режеус толстый. Специалисты в области биологии насчитывают более 300 разновидностей Красу. Все они выделяются толстыми, массистыми листьями. История появления. Цветок, похожий на коралловый риф, появился на подоконниках любителей цветоводов благодаря селекционерам из США в середине 70-х гг. Прошлого века. Основой для выведения нового вида стала Красула Лактея или, как говорят в ростонародье, молочная. По мере роста кустик с сочными листами превращается в деревце из-за древеснения ниней ветвей ствола. В природе может вырастать до двух метров. В домашних условиях достигает 80 сантиметров. Красула Хойбет получила свое название благодаря сходству с ушками Шрека, мультипликационного героя к сведению. Красула Хойбет и Красула Голуб на первый взгляд очень похожи между собой, но различия все же есть. Голуб отличается формой листа, имеет небольшие расширения на кончиках, образующие чашечку и растет немного медленнее своего сородича. Уход за цветком. Растение довольно неприхотливое и не нуждается в каких-то особенных условиях для существования. За ним очень легко ухаживать. Нужно лишь знать его некоторые потребности. Освещение и температура данной цветок родом из теплых стран, а значит у него большая потребность в длительном световом дне. Чем дольше длится день, тем лучше. Но прямые солнечные лучи не особо желательны, как и места, где сплошная тень. Хорошим вариантом будет яркий, но рассеянный свет на подоконнике окон, расположенных в юго-западном направлении. Важно! Летом цветок лучше притенять ширмой, чтобы не появились ожоги на листьях от прямых солнечных лучей. Лучший вариант освещения. Яркий рассеянный свет полив толстенка «Хоббит» не нуждается в частом поливе благодаря своей особенности удерживать влагу. Зимний полив не должен превышать один раз за один-две недели. Все зависит от температуры и влажности воздуха в помещении. Но пересыхать земле даже не нужно давать. Чтобы научиться правильному поливу, стоит проверить, насколько просох грунт. Сделать это можно деревянной шпажкой. В теплые месяцы поливают после того, как земля просохла наполовину, а в холодные, когда полностью. Обратите внимание, любая красула, как хобби, так и голым, хуже переносит перелив, чем засуху. Качество почвы и удобрения грунт для посадки растений можно брать как готовый, предназначенный для суккулентов и кактусов, так и сделанный самостоятельно. Для собственного приготовления понадобится речной песок, дерн и листовой субстрат. Все берется в равных частях и перед посадкой прокаливается в духовую шкафу. Это нужно в избежании заражения цветка личинками вредителей и занесения инфекций. На дно горшка обязательно укладывается дренаж и ахерамзита. Благодаря ему влага не будет застаиваться. Красула вида авата хоббит, как и другие суккуленты, нуждается периодической подкормки удобрениями. Летом и весной растения усиленно подкармливают органическими средствами для кактусов и суккулентов раз в месяц. Осенью и зимой у авата период покоя, поэтому допускается разовая подкормка за всю зиму. Подкармливать лучше органическими удобрениями для кактусов. Особенности пересадки При пересадке взрослого растения следует учитывать некоторые детали. Должны быть подходящие почво-смесь и контейнер. Обычно берут горшок невысокий, но широкий. Диаметр горшка должен соответствовать размеру кроны цветка. Цветение Красула, похожая на коралл, интересна не только листьями, она прекрасна и во время цветения, которые, к слову, бывают редко. Если дома ей предоставить все условия, она порадует небольшими соцветиями. Чтобы это произошло, нужно оставить несколько веточек нетронутыми при формировании кроны. Кстати, цветение – это один из главных способов в отличие видов красулы. Толстинка голум цветет бледно-розовыми цветами, выпуская перед этим рыхлые бутоны. А толстинка хоббит выпускает плотные бутоны, которые раскроются белоснежными цветами. К сведению Цветение происходит в холодное время года. Красула цветет только зимой. Размножение Красула Авата Хоббит Красула размножается довольно просто, не имеет значения, какого они вида. Есть несколько способов – семенами, листьями, черенкованием или делением. Черенкование – самый популярный и простой способ – это черенкование. Для этого берется черенок до 10 см с удаленными нижними листьями. Затем его подсушивают в затененном месте до исчезновения следов от убранных листов. Только после этого его помещают в воду, которую регулярно меняют. Для профилактики гниения рекомендуется добавлять древесный уголь. При появлении корней черенок сажают в небольшую емкость. Полив должен быть ежедневным. Листовой при листовом размножении хлопот еще меньше. Упавший лист укореняется сам, оказавшись на почве. Правда, разница в укоренении с черенкованием большая. Оно проходит медленнее. Семенами семенной размножения – самый трудоемкий процесс. При уходе в домашних условиях кроссвола хоббит очень редко цветет, поэтому семена добыть проблематично. Но их можно приобрести, разложить на влажном грунте и слегка присыпать. Сверху накрыть ленкой, а при появлении листочков – пересадить. Размножение хоббита возможно листами, черенками и семенами. Проблемы выращивания болезни. Проблем при выращивании бывает несколько. Опадение листьев при переливе или засухе. Плохая устойчивость куста из-за неправильно подобранного. Горшка – грибковые заболевания, которые лечатся фунгицидами по инструкции. Всего этого можно избежать, зная свойства цветка и особенности ухода за ним. В основном вредители редко атакуют ралстянку. В целом красула хоббит или красула коралл, как ее многие называют, удивительно стильное, неприхотливое, привлекающее взгляды сказочное растение. Если ухаживать с должным вниманием и любовью, цветок может радовать своего хозяина долгие годы, а на заботу может откликнуться красотой. Буйного цветения. Буйного цветения.